так сегодня у нас с вами седьмая лекция сегодня мы будем с вами говорить о потоках ввода вывода и поговорим о библиотеке его него рассматривать не будем а его как показывает практика никто почти не использует почему-то вот не пользуются им она есть классно кроме как тестах него есть него два но из-за их сложности но они там наворотили много но как-то все обходятся может ну как-то как показали что-то не используют но и давайте поговорим что же такой поток поток принципе это абстракция поток поток это абстракция которая представляет собой последовательность передаваемых и принимаемых данных то есть вы когда передаете данных это назвали поток вы когда читаете данные как быть читайте ну вот символе на по боя этого байт party buy big у вас получается как бы поток бой и вот вот эту последовательность символов назвали потоком и то есть вот и вот у вас есть источники вы из источника тяните информацию и вот этот вот эту штуку назвали как бы поток для удобства восприятия для удобства использования чтобы люди друг друга понимали что такое поток а потом в java потоки представили еще объект вот эту последовательность чтения или записи информации в java написали свои классы и из этих классов создают объекты которые вот этими потоками управляют говорят как читать как писать и получились потоки ввода вывода то есть потоки ввода это мы с вами байтики читаем поток вывода мы с вами байтики куда-то одну пишем но писать можно не токов файл писать можно в консоль писать можно файл писать можно в сетевое соединение и читать тоже можно с разных источников и это все называются потоками ввода вывода постоянно кто-то ну да вот 30 и выходной поток тоже это поток байтиков то есть вы отправляете куда-то информацию и вот этот процесс отправки куда-то информации назвали потоком понятно что такое поток чтобы это не было для вас каким-то там что такое поток это просто как бы абстрактное понятие передачи информации которые вот так проименовали и все это все этот термин использует такой синтетический термин который за собой просто открывает такое понятие и информация которая у нас с вами на компьютере хранится ее можно условно разделить на два типа это текстовая и байтовая то есть в принципе жестком диске все хранится в виде байтов виде битов даже ноликов единичек все в боли и вся все что вы храните ну байт но хранится на как ну набор ноликов единичек да ну как бы минимально то есть оперировать мы с вами можем байта но байт состоит из 8 мы не можем оперировать по битам а то есть я не могу сказать прочитай 5 бит из вот того байта я могу его получить но это не дословно я взял и выбрал единичку я выдрать не могу я могу взять все 8 а потом из 8 при помощи несложных манипуляций выбрать вот этот один но это уже как бы адресовать один бит я не могу но хранится но именно битами 0 1 0 1 0 1 0 1 так вот информация вся хранится в виде байтов виде восьми ноликов единичек но условно их можно разделить на символьную информацию и байтовую информацию что такое символ на это когда вы в виде байтов храните символ а информация представляет собой текст то есть или набор символов который может прочитать человек грубо говоря любая информация которая может прочитать человек является символом то что вы можете прочитать другая информация которую человек прочитать не может всякие экзешники зипы картинки то есть это просто набор ноликов и единичек которые например кодируют цвет у вас есть картинка вы говорите вот по этому координату квадратик имеет такой-то код цвета желтенький квадратик вся ваша картинка состоит из этого миллиона квадратов ну да то есть координаты и цвет координаты цвет координаты если вы это переживали есть там сжатий где вы как бы оптимизировано это кодируете но это уже как бы не наши задачи то есть вы тут прочитать ничего не можете код цвета нифига непонятно причем код цвета в шестнадцатеричной системе шестнадцатеричный код цвета таблицы rgb ну тоже неважно вот исполняемые файлы то есть это машинные команды которые закодированы в шестнадцатеричный код который интерпретирует процесс выполняет тоже человек прочитать не может поэтому условно любую информацию которую у вас ну он же ну не прочитает хексе в ряло шестнадцатеричного вашего провода да система команды читаешь ну в принципе как бы не из коробки взял и прочитал книжку да ну давайте мы как бы скажем что не можем да только один человек или два может из всех нас это считать да поэтому поэтому мы считаем что как бы вот так поэтому условно взяли и разделили всю информацию которой вы можете оперировать на два типа это символьные данные и байтовые данные читабельные и не читабельные для человека и им в соответствии сделали два вида потоков символьные потоки и байтовые потоки то есть символьные потоки для записи представлены абстрактными классами reader и writer а также и с нас наследниками то есть для для чтения символьных потоков и для записи символьных потоков создали две иерархии это иерархия риберов и иерархия в writer и эти классы абстрактные ну и по названию понятно reader читает то есть абстрактный класс для чтения в writer абстрактный класс для записи байтовые потоки тоже у них своя иерархия для чтения input stream для записи output stream так называются абстрактные классы то есть вот эти абстрактные классы декларируют и в частности реализуют некоторый функционал для чтения и записи reader в writer для чтения и записи по символьно input stream и output stream для чтения и записи по байтовым байтовыми потоками то есть смотрите еще желательно их не путать то есть если у вас текстовая информация читать ее символьными потоками если у вас не текстовая информация читать ее байтовыми потоками но вы можете их и менять местами то есть текст вы можете там есть методы которым можно указывать какая кодировка какой кодировки писать ну по умолчанию так по умолчанию по умолчанию по умолчанию 16 это 8 бит по умолчанию стоит винда локаль локаль windows 1251 это кодировки ну да это по умолчанию винда используют для локализации русский язык да можно включить английский будучи водру английская винда ну с кодировкой вообще яморой редки ну было бы все в одной кодировке вообще было бы замечательно а так просто в чем проблема текст не содержит информации о том в какой кодировке он закодирован ну да 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 не там там некоторые содержат как бы да ну это надо анализ сделать что где хранится смотрите если мы сказали что все хранится в виде ноликов и единичек то можно по тому по файлу по этому набору вы не поймёте что там смотрите вн вот там набор ноликов и единичек можете прочитать символные можете прочитать байтов если их перепутать вы возьмете экзешник и прочитаете символьным потоком он набор ноликов и единичек проинтерпретирует как символ то есть что такое buy да и там будет интерпретировать как текст то есть вы берете не текст открывает его как текст и он вот эти кодовые комбинации ищет в таблице символов окей это тут закодировано там 2000 какой-то число что этому числу за ты вот это буквка acute эту буковку давай получается такое чтобы proteins это непонятный набор символов это не значит что там очи символы просто там так мы Tracy suit透 ну как мы прочитали кСТ понятно и тоже самое наоборот можно взять текст прочитать его как байтами но если вы прочитаете как байтами все равно вы его можете потом в чар перевести у вас есть пинтовое число которое ясно вот эта идея понятна главное это понимать да вот для этого расширение придумали зачем расширение придумали вот расширение нам как раз и подсказывает что это за файл то есть а вот если нет расширения тогда ну тогда надо анализ анализ содержимого произведения вот так же и вирусы ищут по сигнатуре файлов ну по содержимому они анализируют сигнатуру файла и примерно делают предположить ну не всегда но так делаю то есть ты можешь попытаться понять но не факт что твое предположение окажется верно для этого придумали расширение расширение это просто имя файла это кусок и грубо говоря и вот этот кусок имени нам ну как бы нам подсказывает что этот файл скрывать но что имя может быть любым ты картинку можно назвать как угодно мой любимый фит но по расширению можно сделать предположение что именно там хранится поэтому можем создать текстовый файл файл я пишу просто имя файла расширения не ставлю ну и что просто когда-то кто-то его увидит этот файл он не поймет вообще чем это и винда не поймет блин а чем его открывать скажи мне чем открывать у вас в системе сказано то есть винда как у нее есть соответствие типов расширения приложения расширение приложения расширения привода нет расширения нет расширения но извини я не знаю скажи мне ты может ты знаешь понятно и давайте теперь с вами по иерархии символьные потоки смотрите в голове в корне иерархии state reader reader это абстрактный класс от ридера наследуются такие классы бафферы 3 дал у которого есть свой своих свою очередь потомик line number reader дальше идет фильтр reader от него наследуются pushback reader есть pipe reader input stream reader от которого наследуются и стринг reader и давайте про эти классы поподробнее string reader символьный поток который оперирует строк читает строки input stream reader этот класс является мостом между символьными и байтами и потоками то есть вы читаете байты а потом их интерпретируете как чары ну например консоль по чему-то она это байтовый поток вот а мы байт а зачастую мы там символы передаем консоль консоль это клавиатура грубо говоря консоль тоже абстракция по большому счету консоль это устройство ввода и устройство вывода два устройства ввода и вывода которые назвали консоль в большинстве случаев устройство ввода клавиатура устройство вывода монитор и это назвали консолью устройство ввода и вывода если у вас устройство ввода клавиатура что вы можете ввести символы ну по факту наверное да которые интерпретируются в символы поэтому вот и нам зачастую мы хотим прочитать консоли текст то есть вы из консоли вводите букв и мы хотим читать букв но хотим их читать не байта выми потока хотим их читать символьными потокам то есть мы хотим символы сразу получать байты потому что на байты потом надо интерпретировать чары из чаров нам потом надо составлять строки а я хочу сразу строки так вот есть класс который как бы из одной берет является на вход получает input stream а на выход выдает поток чаров input stream reader мы с вами его использовали на вход мы ему давали system in а на выходе мы вставили buffered reader который это еще и в буфер накапливал файл reader произвольный от input stream reader класс для поддержки чтения символьных файлов то есть при помощи объектов этого класса вы можете читать символы из файлов читаем и сразу же получаем то есть читаем файл осенью символы из файла вычитывать пайп reader классы pipe reader и pipe reader формализирует специальный канал pipe для чтения записи символов между разными потоками выполнения можно между потоками делать как бы канал перекидывать между ними информацию то есть потоки общаются через вот этот канал да один пишет другой давайте это на поток а типа экспериментируем следующее занятие у вас потоки и да если я забуду и так чтобы мы сейчас не лезли в тему следующего курса чтобы успеть сегодняшнее рассмотреть и чтобы это поняли мы когда будем знать уже про и учить потоки 1 это и поговорить фильтр reader абстрактный базовый класс для потоков которые которые поддерживают фильтрацию для символе данных считывающихся из потока помните мы с вами фильтр input stream использовали мы его переопределяли чтобы добавлять какую-то свою функциональность чтобы системы не закрывался только здесь фильтр reader а у нас там был input stream reader потому что нужен был байтовый поток то есть это абстрактный класс который является ридером у которого нету методов все методы которые у него есть они все наследованы своего ничего не добавляет просто я есть я как бы такой промежуточный да я ничего не делаю я просто абстрактный я просто для того чтобы тот кто меня унаследуется стал ридером ты от меня унаследовался стал ридером переопределяемые методы как ты хочешь после того как ты переопределил теперь ты reader теперь ты можешь что-то делать добавлять какой-то функционал уже существующим методом pushback reader для возможности прочитать впереди несколько символов чтобы определить как интерпретировать текущие символы то есть чтобы интерпретировать текущий можно забежать на несколько символов вперед то есть мы смотрим на то что еще не читали грубо говоря да ты просто говоришь вот 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 текущий символ скажите что там через один что там впереди ну да если если твоя интерпретация то есть ты когда читаешь ты если тебе нужно принять какое-то решение вот и этот символ берешь и сейчас нужно решить что с сделать ну ты не можешь потому что надо так что так вот ты как бы остаешься здесь в море шовпер и на себе вода хранить то есть берут его в буфер хранить тебе просто нужен еще один буфер куда ты будешь насобирать данные есть а ты И что ты с ним делаешь, тебе надо потом взять и приклеить к тем 7 байтам, которые ты взяла, слева, ты взяла вот, ты поступила, это к примеру. То есть понятно, что позволяет делать, то есть как бы, что делать с этим, если нам нужно, то есть, мы можем посмотреть, что дальше, чтобы принять решение, что делать в текущем. То есть нам не нужен никаких буферов, то есть мы начитали буфер, а потом думаем, что с этим делать. Нет, мы как бы читаем и думаем, заглядывая вперед. Buffer Trader. То есть по текущему символу тебе нужно принимать решение. И если ты не можешь принять решение, есть возможность посмотреть вперед, чтобы упростить тебе задачу принятия решения. В других потоках так нельзя. То есть вот тебе есть символ, все, вот тебе символ, делай с ним что хочешь. Когда ты берешь следующий символ, если ты предыдущий никуда не сохранил, ты к нему уже никак не вернешься. Все, прошлое. Но Buffer Trader чуть другое, он в буфер накапливает. Что такое Buffer Trader? Buffer Trader, он ничего не делает, кроме как символы собирает в буфер. Иногда удобнее оперировать, например, строками, чем символами. То есть символьный поток что делает? Ты говоришь, метод read, он тебе прочитал. Ты метод read, прочитал. Метод read, он тебе букву возвращает. Буква, 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 буква. И ты в цикле крутишься, эти буквы собираешь, 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 потом думаешь, что с ними делать. А здесь есть Buffer Trader, который делает это за тебя. То есть он надергал букв, из этих букв собрал строку и вернул тебе строку. Когда остановится, он принимает решение по символу возврата каретки и перевода каретки. А? До конца дочитает. Он динамически определяется. Ну, кто там как. Ну, там, я думаю, есть какой-то. Надо смотреть в реализацию. Там он просто что берет? Он берет ридер. То есть он не так, чтобы у него есть буфер. Он этот буфер дергает. Read, read, read читает. Он определяет размер буфера. Есть метод read у байтового потока с буфером. То есть ты можешь дать буфер и говорит, заполни его. И read это заполняет. Так вот, вот это делает Buffer Trader. Он определяет, какого размера должен быть этот буфер. Вот так. Line Number Reader. Произвольный от Buffer Read Reader класс, который отслеживает номер строк при чтении символов из потока. То есть то же самое, что Buffer Read Reader. Только он еще за номерами строк следит. То есть если Buffer Read Reader просто read line, он у тебя строку 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 read line, он у тебя строку, то line Number Reader еще и следит какая по номеру эта строка. А, ну у него подсчетчик. Да. Можно. И символьные, это были ридеры, которые читают, а есть фрайтеры, которые пишут. Объекты классов потомков в Райтера умеют писать. Умеют писать, соответственно, по-разному. Опять же у нас есть Buffer Read Reader. Тоже Reader накапливает в буфер, а потом тебе возвращает строку, а этот накапливает в буфер, а потом пишет сразу пачкой. Не так, что записать одну букву, записать вторую букву, записать третью. Буква первая, вторая, третья, четвертая в буфер текст накопил, а теперь это все записать. Buffer Read Reader и Buffer Writer ускоряют скорость работы. То есть крутиться в цикле и дергать каждый раз read, 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 read дольше, чем взять Buffer Read Reader, который это сделает за вас. Ну, Reader или Writer. То есть буферизированные потоки работают быстрее, причем значительно быстрее. То есть поэтому, если вы читаете текст, то есть вам надо не одна буква, а целый текст вычитать, лучше использовать буферизированные. Reader и Writer, пишите вы или читайте. Символьные потоки работают еще быстрее. Эти чуть медленнее. Пайп в Writer. Мы сказали для создания канала. Фильтр в Writer для того, чтобы переоценить. Это тоже абстрактный клацлер. Когда мы его наследуем, мы имеем возможность добавить какой-то свой функционал. Вспомните, мы метод с фильтром мы уже с вами использовали, когда мы метод close реализовали свой. Принт в Writer. Поддержка форматирована вывода символьных данных, выходной символьный поток. То есть здесь можно указывать формат вывода. Не просто текст, а еще с определенным форматированием. Output Stream Writer. Да. Да. Output Stream Writer. Эта штука является посредником между символьными потоками и байтовыми потоками. То есть очень легко понять. Когда вы видите в Writer, значит это символьный поток. Если вы видите Reader в названии класса, тоже символьный поток. В Writer это пишет, а Reader читает. Если вы видите Output Stream это байтовый поток, выходной. Input Stream это байтовый, входной. Если вы видите и то и то, как мы здесь видим Output Stream Writer, значит это посредник. Мостик между одним типом потоков и вторым типом потоков. String Writer пишет строки. File Writer пишет файл. И смотрите, очень удобно при работе с этими классами ввода и вывода, они как модульные. То есть один конструктор в качестве аргумента принимает объект другого класса. И мы можем с вами вот такую гармошку написать. И вот эта гармошка как раз позволяет нам от каждого класса получить его часть функциональности. Что тут за пример. Файл Reader, просто файл читаем, read method дергаем и все. Давайте с вами что-то попытаемся почитать, по писать. Может я сильно медленно рассказываю, может ускорить или нормально, чтобы успеть все. Ну просто тема она важная и может как бы мне кажется вроде все понятно, но если первый раз об этом слышать, оно может быть чуть-чуть просто изобилие всех этих ридеров в райтеров. Смотрите, у нас с вами может быть класс. Тоже у нас есть тексты какие-то тексты, но пусто. Давайте читать. То есть, например, мы хотим с вами прочитать из файла. Как удобно этим всем работать. Что я хочу? Я хочу читать. Значит мне нужен Reader. Я хочу читать из файла. Значит мне нужно File Reader. По названию класса уже понятно, что вам делать. Окей. Я говорю, мне нужен File Reader. То есть я получаю тот, кто читает. Фр. File Reader. Я получил File Reader. Смотрю, кого ему нужно. Ему нужно либо строка с File Name, либо объект файла. То есть можно создать класс File. При создании, то есть можно создать объект класса File. При создании объекта класса File вы ему просто даете путь к файлу. А здесь я могу сделать то же самое. Зачем мне тогда создавать объект класса File, если я могу сюда прямо указать класс имя файла. Да, тогда нам надо будет, ну в принципе и так здесь может быть exception. Поэтому все равно его отлавливаем. Но мы можем обойтись как бы меньшей кровью. То есть меньше писать обработчику. Ну давайте сделаем File. 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 Сюда говорим, что мы хотим читать POM XML нам. Так, а он нам, ну давайте попробуем. POM XML скорее всего да. Нет, ну лучше правильно писать. Вот мы дали сюда файл и эта штука File. Founder exception. Окей. Try catch. Берем в try catch. Смотрите. Потоки надо закрывать. Все потоки надо закрывать. Почему? Потоки работать могут с внешними ресурсами. И зачастую с ними работают файлы, сетевые подключения всякие. И может так получиться, что незакрытый поток заблокирует вам какой-то внешний ресурс. Когда это происходит, когда ваш поток обращается к операционке и говорит, дай мне дескриптор файла. Я буду с этим файлом работать. Операционка, ну или она просит, дай мне файл, я хочу с ним работать. Операционка напрямую не даст работать с файлом. Не скажет, он там лежит, вот тебе адрес, откуда начинается этот файл. Лезь прямо в память и делай там все, что хочешь. Операционка вам этого сделать не даст. Она вам даст дескриптор, через который вы будете лазить. Операционка будет это дело контролировать все равно. И когда вы получаете дескриптор, файл блокируется. То есть, когда у кого-то есть дескриптор, вы файл не удалите. То есть, когда кто-то получил доступ к ресурсу, он сказал, он мне нужен, то вы с другого места не можете прийти и сказать, все, удаляй файл. Операционка говорит, файл занят. Хороший пример, в скайп кидаете файл, пока он там болтается, вы его удалить не можете. Он заблокирован, вы хотите удалить и предсказать, нельзя, файл занят. У вас не хватает прав, короче, она ругается. То же самое здесь. Мы этого с вами не увидим, почему. У нас приложение стартануло, быстро поработало и закрылось. Но мы его хотя можем усыпить и попробовать. Вот я получил доступ к файлу. Вот здесь мы возьмем его и усыпим. Наш поток. Например, thread. thread.sleep и усыпить мы его можем во 20 секунд. Эта штука тоже как раз кидает эксепшены. Да, нам этот эксепшен. Эткейт. Вот. InterruptedException это значит, что я могу убить поток из слипа. Но обычно поток вот этим InterruptedException убивает. Да, спящий поток. То есть поток спит, я ему могу. На тебе эксепшен, умирай. Он умрет. Т.е. Сейчас я запущу. Это я не то что-то запустил. И где-то тут. Джейсон фарсинг какой-то был. Да. Опять сюда немного? это я так экспериментировал чтобы вам потом показать чтобы презентацию там что-то вам ставить его никто не дергает библиотека не подгружена не удалим а мы по максимально понятно не прочитать он даст приложение наше работает работает помакс и мэй нормально еще ну как в основном может и редактировать даст но удалить скорее всего не так вопрос я по максимально не хочу хорошо я думаю что можно он блокирует и редактировать дают удалять не да то есть что это значит когда мы с вами захватили ресурс мы его должны явно отпустить то есть я поток должен закрыть то есть только когда я вызываю close я винде говорю отпуск все мне дескриптор не нужен все я с файлом больше не работаю когда приходит сборщик мусора и просто сжирает мой объект никому он ничего не говорит он пришел сажал объект и все получается винда думает винда думает что у меня объект заблокировал что дескриптором кто-то пользуется что файл удалять нельзя а у я уже у меня объекта нету которым пользуется я не могу даже ресурс освободить уже нет объекта на котором close можно вызвать а получается ресурс заблокирован а я его освободить не могу даже из своего приложения потому что нету уже через кого освобождать с файлами это еще пол беды самые большие проблемы это когда такая фигня случается с базами данных потому что у базы данных количество коннекшенов ограничено если вы все коннекшены займете вы получается вы получили как бы взаимную блокировку база данных все в коннекшен отдали вам приложению о приложении ни одного коннекшена нет все там коннекшены закончились у вас ни одного хотя вроде бы не всего в этих случаях ну там надо уже лезть базу данных и как-то это через консоли убивать сессии но опять кто это кто полезет должен быть одним базы если это приложение если это если это база данных крутится где-то на продакшен сервере понятно там нету администратора баз данных который сидит и просто ждет пока пока что какая-то дня случится ну короче печальная ситуация обычно дергают перегружать да и потом кого-то наказывает поэтому эту штуку надо закрывать начиная с java версия 8 закрывается но автоматом единственное что-то на что-то ругаешься и у эксепшена ему не хватает а не клоус может выкинуть его эксепшен да по большому счету теперь эту штуку можно убрать ничего не поменяет ну в нашем контексте мы на не разграничиваем ошибку связано силой сексом или файл на нас как бы в данном случае это все равно то есть вот мы с вами получили файл ридер теперь я говорю что я хочу что-то прочитать беру объект говорю что здесь есть пожалуйста метод риды метод рид читает и возвращает и не им 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 это код чара есть рид с чар с буфером чара то есть я методу рид в качестве аргумента даю буфер и говорю начитай туда мне чара и он туда читает мне чары я получаю буфер заполненный чаром ну а рей это нас массив на английском один вызов рида вычитает тебе сколько сколько там места ты дал ему буфер на тысячу символов он тебе тысячу символов начитает или а если нет минус один вернет как результат своей работы он туда начитает сколько влезть сколько начиталось то есть ты ему не ты можешь любой буфер дать но обычно дают кратно но тут нет тут можно три символа дать по три символа читать то есть что делает метод рид он тебя возвращает тоже им этот им говорит сколько я символов прочитал если он вернет минус один значит символы ну давайте проверим ну как бы настолько низко и редко спускался обычно обычно как бы все таки java язык более высокопрограммированный это буфер и тридер читай мне все давай мне строку но вот иногда для специфических задач ну давайте посмотрим рид то есть метод рид мне прочитает одну букву я могу это сделать ну вот сейчас он вернет одну цифру цифру ну число чем число цифр отличает 60 число сори число почему чем вот вот эта штука имеет вот у нас первый символ какой хрень какая то вот это она имеет код 60 чтобы посмотреть что это за символ можно сделать приводим к чару и запускаем пом кто наше учился ты на полпешок да я понимаю где зум назваться зумит ну ладно я и так могу запустить вина сказала мы обновили твою систему все осталось на своих местах что это за дырки дырок не было ладно ладно то есть вот пожалуйста нас символ теперь я могу сказать а давай мне все все будем читать как как вайл теперь здесь давайте сделаем чарик чар чар равно ноль нет ноль здесь я говорю х равно вот эта штука не равно до тех пор пока эта штука не равна минус 1 когда буквы кончатся ну и теперь ну и теперь да я понял а что не сделать это вот не проверить вот не проверить по-моему тут нельзя сказать конец файла пока не конец файла не 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 тут нет и вот понеслась сейчас она в консоль это все будет печатать смотрите оу вопросительные знаки посмотрите оу вопросительные знаки не не а вот здесь осталось не ну я хотел специально стол о можем напечатать это как было таки напечатал то есть он а это ж символы это ж символы просто не ну как бы не печатные но он их читает это все символы он это дословно он читает то есть для вас это ничто а для него это символ а для для консоли это тоже символ который она как бы соответственно символы форматирует то есть вот мы с вами вычитали его по символам можем сюда втулить еще буфер ну блин оно ж некрасиво выводится будет да если это попытаться буфером читать а потом это ж надо как-то собирать а читай 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 буфер а потом в конце можно то есть смотрите можем сделать буфер интов буфер чаров массив 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 чтобы был примерчик поток закроется ну можно еще раз открыть да да надо ресет да надо ресет ресетить надо давайте поменяем там есть ресет на 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 да кто захочет раскомментирует посмотри берем то же самое и делаем делаем теперь массив на сколько всего там меньше букв то есть ну просто как для чего чтобы итерационно несколько раз его заполнять то есть я говорю у меня new на 128 символов сюда я говорю read ch ну по-моему нам возвращает сейчас фр read сюда ch сейчас массив по-моему по-моему чарами sorry массив чаров сказал что нужен массив чаров а сам массив написал и здесь я его должен где-то где-то ж теперь накопить делаем стринг builder приапендить массив чаром а стринг билдер приапендить не я к тому что он их как строку поймёт окей посмотрим посмотрим что сейчас у нас получилось мы массив мы получает минус 1 а часть а мы не дочитали буфер мы его дочитали но мы из цикла вышли понятно в чем проблема то есть мы да сейчас сейчас мы два раза увидим одно и то же вот плагин вот 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 она то есть он когда нечего читать он возвращает минус 1 когда их кусочек есть он дочитал и вернул сколько символов он прочитал а мусор остался его не перезаписал что делаем можно его чистить надо смотреть сколько символов сколько сколько мы вычитали правильно не так правильно appendix сколько мы вычитали ну смотрите каждый раз создавать заново массив это дорого очищать дорого это дешевле создавать новые системы да но а проще и не так проще следить сколько чаров мы взяли а то что мы записываем постоянно данные выделить память или записать данные на скаунт будет проще оперировать одним интовым счетчиком чем каждый раз сделать новый массив потому что в массив выделение памяти для массива сборщик мусора записать там а через сборщик мусора задача не быстрее очистить мусор задача быстрее выделить память под массив смотри когда выделяешь память под массив у тебя но я там тоже тоже есть тот же сайзы всякие они что же хранятся лэнксы лэнс где-то хранится поле 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 в котором хранится размер то есть ты хранишь размер своего массива есть поле в котором хранится размер размер а тот хиппе по большому счету может быть он там и лежит это на усмотрение виртуальной машины можно следить можно заново массив создавать очищать это гемор очищать это очищать или следим или создаем давайте попасть попробуем каунт каунт равен нулю ну у него есть старт лэнкс вот int of set и length то есть мы берем с нулевого и каунт каунт у нас минус один давайте пробуем без минус одного выйдем выпадим из диапазона или нет а как мы это минус один сделаем у нас все нет ну и без мусора без мусора хорошо мы вообще ну вот ну вот мы швыли у нас ридер возвращает количество вычитанных данных да а зачем нам чтобы у нас минус один он вернул да ну когда минус один мы отсюда выпали мы сюда не заходили когда пусто минус один когда пусто а он возвращает сколько понятно а не на последние на самом я просто думал что минус один он возвращает если он не смог так не-не-не, он возвращает в минус один, когда вообще читать нечего. И, по большому счету, по-моему, Buffer Retriever работает как-то вот так. То есть, он все равно использует вот этот ритм. Единственное, что размер буфера как-то он сам определяет. То есть, вот это мы с вами сделали что? Мы с вами сделали такой свой буферизированный читальщик, который умеет работать с буфером. Можно писать так, но так писать подольше, можно писать попроще. Для этого вы свои потоки можете собирать. Ну, как бы один поток, ну, объект один потоковый объект в качестве аргумента получает другой потоковый объект. И так вы, как бы, собираете функциональность. Вы помните, мы с вами Buffer Retriever в качестве аргумента получал input stream, там system in, мы туда и фильтры еще пихали. То есть, вот у нас была такая цепочка большая. То же самое можем сделать и здесь. Я думаю, как это только. Можно было не делать. В принципе, мы его потом нигде не используем, поэтому проблем у нас не было. По-любому. По-любому. Можно и так. Далить нельзя. Если мы... Если мы... Если мы... Не сможем. Потому что мы его раньше используем, чем его объявим. То есть, вот тут написать int, а, можем. Это будет ресурсов много жрать. Ну, иди. А, иди. Собственно, сдать. 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 Нельзя так. Так нельзя. А он даже нельзя. Так нельзя. А если мы его объявим вот здесь, вот здесь, то мы его используем раньше, чем он появился. Ну, да. Потому что мы его объявили позже, чем его используем. Знаете, единственный вариант, который можно. Дувайл. Дувайл можно... Можно его инициализировать в душу, а потом... Ну, тогда мы его будем каждый, каждая итерация цикла его будет заново создавать. Ну, мы просто ресурсов мало потратим. Ну, вот вам пример. Да. Не, ну почему. Стринбилдер быстрее, чем стринг. Если мы тут стрин записали. Ребята, вопросы по этому. Ну, я думаю, мы с вами использовали, поэтому зачем тратить на это время. Поехали дальше. А, о. Буферизированный. Вот вывод. Если... Я уже сказал. Теперь нашу задачу, нашу задачу можно переписать проще. Для этого создадим... Можно создать Buff Retreader и вот можно еще Print Writer. Да. То есть у нас будет Input Stream. принт вритер. Чем это лучше подписать. Print Writer. Да. Окей. Давайте скопируем ОМХСМЛ в другой. Здесь мы это выводили. Давайте создадим новый файл. Теперь, опять же, если мы хотим, например, копировать, значит нам нужно два потока. Один, который будет читать, второй, который будет писать. То есть читатель нам нужен и писатель. Окей. И давайте делаем это буферизированный. То есть можно посимвольно. Символ прочитал, символ записал. Символ прочитал, символ записал. Символ прочитал, символ записал. Но, во-первых, это дольше, а во-вторых, больше писать. Поэтому проще использовать буферизированные потоки. То есть добавлять функционал буферизации при помощи объекта Buffered Reader и Buffered Writer. Давайте сделаем читатель. Buffered Reader. Теперь... Теперь... Buffered Reader в качестве аргумента должен получить Reader, он сам читать не умеет, он умеет только буфер накапливать. Мы с вами хотим читать из файла. Значит нам нужен тот, кто умеет читать из файла. То есть система модульная, кто-то умеет хранить в буфере, кто-то умеет читать. Сюда даем Buffered Reader в качестве аргумента нужен тот, кто умеет читать. Дадим ему того, кто умеет читать. А вот откуда он будет читать, это уже решает тот объект, который мы даем в качестве читателя. Я хочу читать из файла. Если бы я хотел читать из консоли, я бы сюда другой объект подложил. Я хочу читать из файла. Значит New File Reader. File Reader. File Reader опять хочет или файл, или путь к файлу. Ну давайте сделаем файл. Интересно. А правда ли, что в буфере Reader в данном случае будет работать быстрее, чем в данном случае? Да, быстрее. Чем это? Объясняем. Если мы туда пикаем, то равно объект. А он этого объекта использует вот тот Reader с массивом. Он не посимвольно его дергает, а он его дергает, дает ему массив, а потом он ему буфер дает. А ведь он не знает, какие размеры там, чтобы он считает, как он это делает. Чар будет красавием. Рид... О. То есть он, как буфер и ридер, он не то, что он дергает каждый раз, рид по символу, не, он дергает рид с буфером, а потом этот буфер возвращает. То же самое, что мы делали, только уже, как бы, реализация, реализация под капотом. Будем тоже читать. Пом.xml Все, отдаем файл. Мимо. Сейчас мы все это в трайв засунули. В ресурсы. Причем, смотри. Я кнопки попутал. За запятая пусть будет. Он не натрогается. Тут же два ресурса будет. Теперь мне нужен, опять же, буферизирователь написать. То есть не так, чтобы я писал в райт и говорил на тебе одну букву, вторую букву, третью букву. Я говорю, на тебе строку, запиши строку, на тебе строку, запиши еще одну. Понятно? Буферизированный писатель. Теперь я говорю, буферет в райтер. Буферет в райтер. Буферет в райтер. В райтер и должен тот дать того, кто будет писать файл. Еще один создать. Открыть. Неудобно. Потому что откупий них общий используют. Просто перед остальным бутом поставить файл. Файл. Вот так ты не онлит. Да, да, да. Файл, файл. 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 в этом в примере было что-то файлы файл writer а вот то же самое да так теперь сюда даем файл out в райтера нету он создаст его вот эта штука создаст сама если такой есть она снизилась если такого нет а вдруг файла не вдруг не получилось ну она сама создает файлы и вот сюда мы уже даем файл вот мы с вами получили тот кто умеет читать и тот кто умеет писать теперь нам нужно просто теперь в цикле читайте писать берем опять же наш вайл вайле берем br buffer it reader и здесь есть read line а редлайн по-моему когда закончилась читательная он бал возвращает документации всегда можно посмотреть ctrl q а чё не написали что он возвращает ну я помню шанал давно хотелось бы себя перепроверить ну ладно то есть он читает строку можно ну короче цикле берем делаем стринг с давайте line потом line равно и мы проверяем что line не дал дал все на не закрыл почему я так я еще хочу в консоль печатать прежде чем я эту штуку добавлю я эту line еще хочу напечатать я это хочу напечатать и записать файл для этого я беру buffer it rider у него есть метод в райд в райд в райд да надо и лена ставить потому что он откидывать потому что он эти откидывает вот в райд и сюда line вот так а вот весело доставить то есть вот эта штука добавлю то есть когда мы с вами делаем read line мы перевод каретки теряем ну и вот на новую строку мы его выкидывать как разделитель вытянули и получается у нас его теперь нет если я вот эту штуку я пишу все будет в одну строку можно было бы сюда как по криворукому написать плюс слэш н но во первых это долго во вторых не везде слэш н это перевод каретки по другому можно было бы сделать написать систем line сепаратор это чтобы он системы сажал в принципе вот эта штука как бы ну это можно было взять написать руками пожалуйста мы увидели в консоли то что видели раньше пойдем искать наш файлик его тут нету потому что идея не обновила не дедут refresh свернуть свернуть что значит вот это через свернуть а а а Джава Workspace, сейчас увидим. Положил в любом случае, нет, куда он его положил? Положил в любом случае, нет, куда он его положил? С нашим количеством пакетов. Унутри. Да, может быть, у него не есть какие-то минуты? Да может. Да нет, был бы exception, вот эта штука printstack бы написала. Где-то он его, блин, засунул. Вот, это правильно, я не тот этот запустил. То есть, вот вам пример работы с букерами. И тут мы с вами работали с файлами. Но так можно работать с любыми источниками. То есть, неважно консоли, сокеты, файлы. То есть, читаете и пишете в любой источник данных. Ну, как бы, ну мы сделали в записи чтение или чтение и запись. То есть, основные операции. Про освобождение ресурсов мы с вами сказали. Единственное, что, ребят, давайте две минуты и перерыв. Единственное, что хочу отметить ваше внимание. Когда вы работаете с буферами, может быть такая ситуация, что у вас что-то осталось в буфере, а вы это недоиспользовали. То есть, что он такое? Я говорю в write. И он прежде, чем сделать write, он это накапливает. То есть, я ему говорю на букву, букву. Он в буфер набирает, набирает, набирает. Потом пишет все сразу. Бух и записал. А может так произойти, что вот это записал не произойдет. Ну, он просто не скинул буфер. Для этого есть специальная команда. Flash называется. Метод флаж, который принудительно содержимое буфера отправляет в место назначения. Когда мы с вами вызываем close, флаж вызывается автоматически. Поэтому этой проблемы мы с вами не увидели. Мы, когда закрываем потоки, на каждом закрывающемся потоке с буфером вызывается флаж. Да. А что он делает, еще раз непонятно. Очищает буфер, то ему записывает все, что в нем. То есть, ну, метод накапливает в буфер, и когда накопил буфер, он как бы пишет. Но не каждый, он получил букву записал, получил букву записал. Он насобирал информацию, потом сразу же скопом это передал в место назначения. Да. close flash надо сделать потому что close дергает флаж но буферизированных мышь там можно было не делать потому что у нас буферизированных то бафферы 3 до а когда мы на бафферы 3 до реклос вызывали то есть туда туда там также же символьные потоки не буферизированы были нам не надо просто а если мы не сделаем close то есть мы работаем буфером не закрыли поехали дальше мы как бы ситуация редкая но возможная то есть я в цикле кручусь 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 наполовину буфер забил цикл закончился больше информации нет и он мне его не записал пошел дальше а вот я надо вот сейчас вот вот сейчас и все только когда вызывается close вас происходит мы по флашу мышь клоус когда вызвали close вас закрыл вам это могли не заметить нет тут еще смотрите флаж есть при принты лени при формате когда вы когда надо точно чтобы был брошен двух первых флаж вызывайте быть флаж принудительно сбросить буфер в точку назначение ну вот файл назначение записать ну мало ли что прервал могло прервать работу почему там было мышь бафферы мышь а где мы восемь килобайта как а там флаж используется скорее всего из коробки когда он внутри при 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 окончании чтения надо посмотреть я так сами сердце не лазил флаж когда точно надо чтобы все ушло но это больше используется не с потоками а базами данных там тоже что-то где-то флаж был если принудительно нужно сбросить содержимое буфера для этого используется метод флаж у буферизированных потоков там где не одно значение а их много в буфере так ну давайте разбиение давайте разбиение после перерыва кофе то есть смотрите разбиение можно разбивать текстовые файлы на алексе мы вы это знаете разбивать один из вариантов разбиения например при помощи сканера сканером мы с вами пользовались но смотрите еще одно такое интересное у сканера вы сканеру мы с вами вернее сканеру в качестве аргумента давали консольные чтение пост поток связанный с консоль а здесь вы можете дать например поток связанный с файлом то есть теперь в принципе источник информации которые вы читаете может быть любым на то есть хотите читать с консоли берете поток связанный с консолью хотите читать с файла берете поток связанный с файлом здесь мы говорим сканеру сканеру нужен reader ok new file reader на тебе reader читай из файла потом я говорю сканеру в качестве разделителя использую любое ни слова любой ни слова образующий символ только то есть я беру сканер объект вызываю метод use deliminator которым сканеру даю что он будет использовать в качестве разделителя и потом по этому разделителю как бы по сканеру иду вызываю метод has next который проверяет а если что то еще в сканере если он возвращает true я на объекте сканера вызываю и по next и по next он вычитывает следующую порцию информации до разделителя таким образом я могу например вычитать ну как бы я читаю читаю информацию порциями в качестве то есть я читаю то есть у меня есть файл и я файл читаю пока не встречу разделитель вычитал то разделителя информацию я уже вернул следующее чтение следующая как бы не без разделителя выкидывает таким образом я могу например вычитать все слова из текста сохранить их в три сет и получу слова отсортированные по алфавиту еще и уникальные уникальный набор слов отсортированный по алфавиту ясно? такую задачу можно не только сканером решить берете массив сплит в качестве разделителя указываете это это же регулярное выражение получите массив слов массив слов засовываете в три сет и получаете тот же результат здесь да потому что мы порциями а там мы сразу все воп массив за большой текстом ну неправильно получилось по-хорошему string word вот тут объявить один раз а потом здесь просто использовать почему ну новая строка но переменная объявление переменных наверно может опять же то есть это такие уже как бы тонкости что в принципе я думаю не особо принципиально и байтовые потоки то есть байтовые потоки делают все то же самое что и символи только читают по байтам то есть он вам эти потоки возвращают вам число которое хранится в байт то есть он прочитал байт вернул вам интовое число прочитал байт вернул вам интовое число представить это можно следующим образом смотрите смотрите сверху стоит корень от него наследуется piped input stream опять же канал между потоками filtered input stream переопределение позволяет нам сделать ну как бы типа фильтра свою реализацию вставить файл input stream позволяет читать байтов байты из файла data input stream об этой штуке мы поговорим когда будем говорить о реализации позволяет читать объекты buffered input stream буферизированный символьный поток pushback input stream позволяет заглянуть вперед чтобы правильно проинициализировать проинтерпретировать текущий байт output stream выходной поток файл output stream для канала между потоками фильтр output stream для того чтобы свою реализацию для методов указать файл output stream для записи байтов в файл buffered output stream буферизированный поток выводов data output stream поговорим когда сейчас да вот здесь поговорим data output stream позволяет записывать разные типы данных то есть байт дабл инт сейчас о них поговорим чтение чтение потоков байтов то есть все то же самое как и с символьными потоками аналогичные методы единственное что вы получаете не чар да а int то есть не код символа а число которое хранилось в байке вся разница понятно и есть потоки работающие с примитивными типами то есть 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 data output stream методы этого класса позволяют как бы писать не байт а например дабл записать ну как дабл представить в виде байта да а мы просто говорим мне надо дабл сохранить и я могу это сделать при помощи вызова метода write double то есть я пишу дабл я могу вызвать в write я могу записать строку write utf а потом я могу это прочитать но проблема в том что читать надо то что вы как ну то есть если я записал дабл я должен его и читать даблом если я записал в int я должен читать его int я не могу записать int прочитать как дабл ну да получится искаженная информация я там могу например писать файл но давайте это и попробуем сделать это чисто дата аутпут стрим и дата сейчас давайте попробуем это с вами сделать то есть какая задача создадим создадим еще один класс а а а а а а а у меня есть задача хранить информацию в файле я хочу хранить информацию например разных типов данных ну как например сохранить дабл то есть я могу взять число представить его как строку и сохранить его как строку понимаете в чем проблема то есть я не могу сказать вот возьми возьми значение из вот этого инта и сохрани его только как int он у меня сохранил как строку то есть я беру int его в writer а у writer есть write строка то есть метод write в качестве аргумента получает строку все он мне строку запишет даже не так write ну да в writer есть который строку пишет read line мне строку прочитает а мне не строка нужна мне нужен дабл получается я прочитал строку потом я должен проверить что там только числа потом я должен это сделать отпарсить то есть много операций я хочу да он же записан совсем по другому и записан по другому то что мы увидим в строке 16.24 это совсем другие будут данные то есть ну я описываю это с точки зрения того что ну там организация будет совсем другая да то будет строка а это будет набор информации не строка и для этого есть специальный класс data output stream да пишем data output stream доп давайте data output dos о я говорю окей data output stream то есть вот эта штука умеет как бы отправлять например даблы но она не умеет никуда писать этой штуке в качестве аргумента надо output stream то есть ей нужен выходной поток который эту информацию запишет запишет ну если мы system out мы это в консоль я могу взять это дос точка смотрите есть write byte write char write double я могу взять это что ты там просишь так не хочет понимать да он хочет объект да он хочет объект ну да просто объект от какого типа он этот объект хочет перемен он хочет переменную да не ну ну не ну ну да 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 то есть вот давайте посмотрим что мы увидим в консоли опять не то запустилось ну почему потому что консоль попыталась это интерпретировать как текст ну как строку а у меня там просто набор байт для хранения дабо поэтому обычно вот это может ну можно это писать например файл для ускорения записи файл используют буферизированные потоки то есть байтовый поток а теперь мне это нужно записать в файл то есть смотрите идея какая я говорю нужно записать данные создаю объект data output стрим нужно их записать в буферизированном виде создаю new buffer это output стрим и надо записать их в файл new file output стрим и нужно дать куда ну давайте файл в каком-то источнике эскалата вы не расчетывали как это представим она не будет данного output стрим это это вот единственное output стрим это как сантехник сантехник а сантехник не просто джау ведет это вот смотрите теперь мы это можем вот этим досом сюда можем писать разные типы данных то есть как-то в примере то есть смотрите я здесь могу говорю dos говорю давайте запишем utf в write utf то и сюда могу писать строку hello она будет хрениться так что мы ее тоже не поймем теперь я говорю хеллоу мы видим да теперь я говорю хочу записать сюда дабл говорю а теперь я хочу сюда записать boolean например это ляжет в файл теперь я говорю давайте теперь это прочитаем да все мы все закрыли все новый try catch data input stream здесь будет input stream везде input stream могут мог быть теперь читаем из файла теперь говорим по моему в том же то есть мы будем читать и сразу выводить консоль то есть я говорю dis . read а вот риду я должен сказать что я хочу прочитать я сначала хочу прочитать read utf потом я хочу прочитать read а вот это надо знать потому что если мы не будем знать сейчас увидим что будет и запускаем пожалуйста мы вычитали hello число true если мы это поменяем местами порядок принципиален то есть понятно порядок чтения принципиален да но у нас второе смотрите у нас ну так так совпало что она не поломалась если я сделаю вот так то вообще все поломалась то есть понятно что первым неправильные значения ну тут надо разбираться посмотреть как оно работает я писал булиан а читал интелл то есть читал дабл то есть писал булиан а читал как дабл а потом булиан читала как потом дабл читал как булиан будут всегда искаженные данные или exception или искаженные данные оно правильно не прочитают это случайность так получилось что вот там где он читал и правда получилась булиан поэтому да у нас не 0 поэтому надо в каком порядке пишем в таком и читаем это важно и мы с вами подходим к сериализации по байтовым потокам есть вопросы мы с вами подходим к сериализации объектов что это такое то есть вы в поток можете отправлять объекты то есть берем объект и представляем его в виде наборов ноликов и единичек берем human объект и говорим давай из human делать поток что значит из human делать поток представлять human как набор ноликов и единичек как набор данных и этот поток из ноликов и единичек мы можем передать в любой ресурс то есть сохранить файл передать по сети положить в базу данных вот в таком виде вывести в консоль что бессмысленно ну и так дальше единственное ограничение для того чтобы вы могли класс сериализовать то есть объекты класса сериализовать то есть представить его в виде потока байтов этот класс должен реализовать интерфейс сериализабл интерфейс сериализабл это интерфейс метка там нет ни одного метода пустой интерфейс таким образом вы как бы разрешаете представлять ваши объекты в виде потоков байтов то есть если вы реализуете интерфейс сериализабл значит объекты вашего класса можно сериализовать если вы не реализуете интерфейс сериализабл значит объекты вашего класса нельзя сериализовать то есть разрешаю не разрешаю понятно дальше Дальше. Когда вы сериализуете объект какого-то класса, то сохраняется только значение полей. Грубо говоря, сохраняется состояние объекта. То есть то, что хранится в памяти. У вас в хиппи есть кусок памяти, который отвечает за ваш объект. Там хранится значение полей. Вот этот кусок мы с вами и сохраняем. Единственное, что статические поля не сериализуются. И не сериализуются поля, которые помечены модификатором транзиента. То есть если вы хотите запретить сохранять значение каких-то полей, сериализовать значение каких-то полей, помечайте их модификатором транзиента. Модификатор транзиента обычно применяют для полей пароли. То есть чтобы пароли не хранились. Обычно что такое стириализация? Вы берете состояние объектов и пишете их в файл. Или в базу. Удобно, например, вам надо сервер перегрузить. А он у вас там имеет какое-то состояние. То есть у него есть коннекшены какие-то, открытые сессии. Сессии очень важно сохранять. Что такое сессия? То есть клиент зашел, куки там записались, за ним сессия зацепилась. И он, когда второй раз заходит, ему говорит, привет, Вася, мы тебя знаем. Ты наш постоянный клиент. И вот это состояние надо хранить. То есть у вашего сервера есть состояние. Если вы его перегрузите, то все это сохранение состояния, которое было в хипе, оно все потеряется с нуля. Для этого вы как бы состояние сериализовали, сервак перегружаете, вычитываете сериализованные объекты, и здесь сериализуете, и получается, оп, как будто бы вы его не перегружали. Но конфиденциальную информацию обычно не сериализуют. Потому что ее можно потом оттуда вытащить. Если у вас были статические поля, то значение статических полей берется из класса. Которая там по умолчанию, или какой текущий момент. То есть, знаете, для сериализации, в принципе, желательно иметь объект класса, то есть класс, объект которого вы здесь сериализуете. Но если вы его не будете иметь, вы все равно сможете здесь сериализовать объект. Только методы вам будут недоступны, вся статика вам будет недоступна, и... Да. Просто будет у вас значение полей, которым вы там... Ну, надо будет только к ним как-то достучаться, не через ссылочную... Если у вас нет класса, у вас нет типа. Если нет типа, нет ссылочных переменных, и через которых вы можете достучаться до... Рефлексии долезете, да. И то. Ну, короче, геморгает. Сериализуются все поля и паблик, и... Все. Все. Сериализуется все, что не статик, и не помечено транзит. Класс должен приментировать интерфейс сериализации. Да. Он пустой, интерфейс метка. То есть, это планы и может даже планирование будет. Ну да, типа я разрешаю его сериализировать. Для сериализации используется класс ObjectOutputStream, у которого есть методы основные в WriteObject и ReadObject. То есть, пишем, читаем. Ясно? И давайте с вами... А, еще... SerialVersionID желательно, чтобы... Было указано явным видом. То есть, это как бы... ID-версии вашего класса. Если вы это не сделаете, он будет все равно присвоен автоматически. И может так получиться, что два... Одинаковых класса будут иметь разные SerialVersionID. Что потом приведет к нестыковке при десериализации. То есть, вы десериализуете, он будет думать, что это десериализован объект другого класса. Поэтому, когда вы будете сериализуете и десериализуете, всегда желательно указывать это в явном виде. И чтобы... Ну, тем как... Этим как бы вы показываете, что это действительно тот класс, объект которого вы сериализовали. Это поле сериализуется. То есть, оно попадает... в сериализованный объект. Хоть оно и статик. Понятно? Ну, давайте с вами попробуем что-то сериализовать. Давайте создадим с вами еще один АПП. АПП, серия, лай. Не важно. Так, что мы с вами делаем? Делаем паблик статику. Блин, дурная комбинация для мейна. По всей клавиатуре разбросана. Это кто много АПП не делает. Так, теперь. Давайте сделаем Хьюмана здесь. Правда, он у нас уже много раз присутствовал, но ничего. Хьюмана... Что у нас у Хьюмана будет? privateStringName age Здесь у нас будут getter и setter здесь у нас будет toString и у нас будет конструктор. Почему он интересен? Вот он. Вот единственное преимущество Эклипса. Кто сказал? Ребята, вы должны быть универсальными. Пишите в блокаде, конкурируют Java 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 Правильно, в какой IDE вы пишите. На мой взгляд, это IDE удобнее для работы с вебом. Ну, удобнее. Для работы с вебом. А, тут мне еще нет. Я диаграммы классовую, еще и результаты не делал для этого. В лед 5, наверное, на 1dbc сделал отличные люди. А, и еще, иногда. А, и еще, иногда. Я говорю Object Output Stream OOS Хьюмана чтобы создать не мешало. Давайте одного Хьюмана создадим, чтобы он у нас забыл Вася равно, а? Да какая разница? Не, ну не надо, надо другой Хьюмана Вася New Object Output Stream Смотрите, я когда создаю Давайте сюда новым напишу специально Ааа, не хочет он Не, он EO Exception хочет Try Catch, ресурс закроем Смотрите, я специально по каналу сюда написал Я просто хочу на что обратить внимание Смотрите, я говорю OOS Здесь есть И здесь есть Write Object Write Object Вот, Write Object Я сюда даю Васю Я могу Я его отправляю в поток байтов Странно, что он не ругнулся Странно, что он не ругнулся Он не Serialisable Он не Serialisable Ну ладно А он сам он Да Ну, не факт Смотрите Не об этом я хотел сказать Видите, я здесь канал написал Пока он никуда не уходит То есть Вот что я сюда напишу Туда я его и отправлю Понятно? Поэтому Я его Хочу сохранить Файл Окей Я делаю файл В котором оно будет валяться Файл 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 New файл И здесь Давайте Humans Напишем Human Data Ох Human Просто Где будет лежать То есть Где будет лежать Мой Human Я его туда Сериализую Следовательно Надо Сюда Написать New File Output Stream Можно буферизированным Еще сделать Потому что Object Output Stream Требует Output Stream Следовательно Здесь Можно Еще Для Ускорения Процесса Написать New Сюда Написать New Buffer Output Stream Сюда Написать New Buffer Output Stream Сюда Написать New 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 Постоянно ОП Теперь Давайте Теперь Мне Нужно Сделать Обратную процедуру Давайте попробуем В Не Не У Не 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 Наталья Вот, хапанули exception. Теперь нужен обратная процедура, нужен Object Input Stream. Ему я должен дать BufferedInputStream, new FileInputStream, задать файл. И опять этот ресурс потом прикроем. Короче, можно из потока в потоке гонять, страшное дело, да? Ну, некоторые извращенцы даже коннекшены к базам данных гоняли. Коннекшен отправили, десериализовали, о, получил готовый коннекшен, через коннекшен сразу в базу данных. Ну, я сам не пробовал, но говорили, что так делали. Нет, но если это объект... Да, объект, ну, коннекшен это объект. Я не понимаю. Ну, только внутри одно все-таки. Если надо тихоньем подсети, то... Ну, можно попробовать будет. Ну, это если из одной подсети не пад. Ну, это локально, да. Ну, очень это не секьюрно, коннекшен все реализовать. Ну, обычно, обычно, просто, чтобы хранить по сети. Нет, но если между потоками нужно срочно передать какой-то коннекшен, ну, так-то... Да. Можно через файл прокинуть. Через пайп? Через пайп или файл сохранить. А, нет, класс. Через пайп прокинуть, да, и все. У тебя... Готовый коннекшен. Не надо его создавать, получать. Там на коннекшен крепко уходит ресурсов. Ну, я... Я еще не за потоком делаю. У нас все упорщицы корректируют. Короче, окей. Для того, чтобы оно работало, нам нужно сделать, во-первых, Human Implement... Еиг пленhui. Сериалайзабл. Теперь надо поставить сериалつей. Теперь нам нужно сюда добавить... А что, ты не говоришь вам, estos назвали, нау Imm Ink, Ну Eclipse кричит и подсказывает. Ладно. Давайте теперь его прочитаем. Да нет, потом добавим. Давайте сначала прочитаем, потом добавим. То есть теперь я говорю, вот этот IOS точка есть read object. Там ему где-то надо указывать еще для какого класса. Не-не-не-не, сейчас. Он должен быть сюда хаблонизирован. Read object. Не получится. прочитаем просто как то есть говорим human human коля равен точка запятая класс вот фаунд ну смысл в этом я не вижу ну можно посмотреть что он делает а первого этот exception хватает давайте посмотрим что у вас получится саут коля все реализовали то и создавал я васю одессе реализовал его в коле понятно как работает сериализация и теперь можно посмотреть на объекте на файлик вот так он выглядит но понятно из какого класса растут ноги ну да то есть вот видно что это вася и по стрим до остальное не понятно то есть отсюда что-то все равно можно вытащить но это так это такая реализация можно смысл сериализатор но зачем но только если какие то такие свои специфические свои специфические реальные задачи которые которые не покрываются текущий класс но я думаю на данном этапе это как бы не очень да смотрите например я беру и говорю на им давайте на им делаем транзиент на им транзиент смотрите запускаю но значение по умолчанию то есть вася на им свой потерял транзиентные поля не сериализовать вернее не сериализуется их значение ну да не ну память после интересно human поменялся да про поле ничего не сказано соответственно он просто взял из класса такие поля и те которых нету подставил значение по умолчанию понятно как транзиент работает там просто запрещает его стерилизовать вопросы по этой части смотрите чтение запись информации из консоли мы с вами с этим сталкивались но давайте быстренько повторить есть три потока которые виртуальная машина создает автоматические приставки system in system out system in эти три потока связаны с консолью то есть клавиатура и экран если вы их закроете повторно открыть их уже не сможете ин читает аут выводит system error поток ошибок есть еще класс консоль класс консоль связана с консолью вашей операционной системы поэтому в GVM мы ее использовать не сможем ну вернее в GVM в VDE если вы создадите вызовите метод консоль из класса system она вам вернет но можно его создать сам можно эту консоль создать самому но работать она в VDE не будет то есть консоль для того чтобы получить класс консоль мы вызываем статический метод консоль класса system получаем объект класса консоль который связан с с устройством ввода вывода для вашей операционки это экран это клавиатура вы можете читать писать читать строку читать пароли но это чисто для консольных приложений то есть которые запускаются в консольном режиме VDE но работать не будет описание методов почитайте сами показать как оно работает я вам все равно сейчас не покажу просто надо создавать приложение запускать его с консоли ну что я в нем не вижу потому что на Java у вас у нас сервлеты ну веб приложения или на крайний случай с VUE интерфейса в консоли работают редко да единственное преимущество есть не этот read password который когда вы вводите с консоли пароль не дублирует его вводите а он не печатает то что вы вводите с консоли да можно консоль сам можно взять input клавиатуру и output и вот и консоль вот и есть еще одна удобная штука которая называет properties есть есть класс properties с использованием которых можно создавать файлы свойств и хранить в них пары ключ значения это я знаю я сброшу новый вариант да то есть что вам ну что здесь удобно зачастую нужно конфигурировать приложение или хранить какие-то конфигурационные настройки ну для перевода там есть свой бандл бандл построен на properties но как-то там в бандле что удобно во-первых там локализация уже учитывается другой класс то есть properties класс при помощи которого вы можете хранить пары ключ значения в файлах ключ это настройка ну да мапа в файле и в эту мапу при помощи метода setProperty ложить ключ значения при помощи getProperty получать значения по ключу там еще можно писать туда комментарии давайте попробуем это и проделать текст я думаю вы и так прочитаете делаем еще один класс и здесь создаем properties создали properties сюда можно положить пары ключ значения здесь есть метод setProperty куда мы можем положить пары ключ значения то есть говорю например name вася да давайте юзер напишем там ip например а то есть и и хватит теперь файл через файл output stream можно записать его в и и и и и и и и то есть теперь я хочу это сохранить я говорю properties точка store и смотрите store есть output стрим то есть сохранять можно при помощи байтового потока а можно сохранять при помощи символьного потока ну давайте символьный поток возьмем и мне его нужно создать то есть что я делаю говорю в writer и любой символьный поток я писать куда хочу файл значит мне нужен файл в writer ну как минимум можно буферизацию добавить ну хотя бы файл в writer файл в writer нужно файл и сюда нужно сказать что я хочу про 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 знаете property точка про пер и строку надо сделать так вот я property properties с импортируем в класс сюда дадим файл сюда блин это еще кидает exception файл и я даю поток для записи который я сейчас не увижу строк то есть я пишу вр и второй аргумент можно написать комментарий текстовый внутри файла будет комментарий файлу по моему нет и причем строки пишутся в произвольном порядке не в том которым мы добавляли а там по хэшу сортирует по хэшу в комментарии пишутся в начале файла myproperty вот я их сохранил и они лежат на диске например я стартую свое приложение и хочу что-то вычитать я могу этот файл создать руками а потом его только читать могу приложение стартанул оно работает мне надо перезагрузить вон property все скинуло опять стартануло property подтянуло ну тут как бы уже бизнес логика а может быть я просто хочу парень закручивать книжка да то есть ну в принципе конфиг который пишется вами руками приложением читается то есть тут уже вам нужно ключ значения которые как бы не зависят от включения выключения вот элект ну или как хранятся в электро независимой области памяти то бишь на жестком диске теперь мне нужно это читать давайте сделаем блин у меня он так property уже хранится да не просто в том плане читать то что уже есть а мы можем создать еще один ну да а мы можем создать еще один ну да а еще один property создаем и в него впихаем проб при создании называем его иначе и впихаем в него проб вам дефаутное вычитаю а будет дефаутное значение внутри да а в файле будет держать окей properties def проб def только они в файл не запишутся конечно нет почему потому что они будут записаны они только в объекте так правильно я ж у меня есть property я пишу их в файл а потом я их вычитываю и пишу в этот объект в дефаутное new property ну давайте property да не я хотел именно почитать из файла давайте без дефаутных просто property new может другой объект new property но все равно property да конечно продублируется ну и шо да не ребята там запутаются что за дефаут а запишем мы туда другие значения я хотел из файла подсчитать давайте property . здесь есть load load и load видите есть reader input stream ну давайте ридером воспользуемся то есть мне нужно создать reader 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 равно new file reader и сюда я в качестве откуда читать даю файл хрен хрен опять хрен хрен надоело теперь я беру вот этому даю с rd кей 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 пей и выведу это вон строкой не дописал я еще скобочкой говорю юзер прочитай камни юзера и прочитаем ней пи давайте попробуем что у нас получилось так мы уже знаем что оно сейчас не то запустит Вася и IP если мы посмотрим на файл то в файле он на канал хранится видите вот комментарии myproperty когда он был создан вася равно вася IP равно вася но это такая реализация я не просил этого делать понятно это как работает с properties и JSON в принципе сейчас этот стандарт используется для обмена данными между серверами и приложениями изначально JSON использовались для обмена информацией в JavaScript между скриптом и сервером скриптом на странице и сервером то есть скрипт который что-то делает у вас на странице он же работает локально отправлял информацию на сервер при помощи этого формата увидели что формат очень удобный и начали юзать его все не только для JavaScript но и для передачи информации между клиентами и серверами JSON похож похож на вернее решает ту же задачу что и XML но XML перегружен тегами там очень много служебной информации из этого читабельность XML очень сильно снижается JSON не перегружен служебной информацией там скобочки и все и очень читабельный для человека то есть вы можете брать и спокойно читать и понимать о чем там сейчас на рынке несколько библиотек которые реализуют это это как это правильно сказать стандарт это JSON simple JSON от Google Jackson и JSON от Oracle все эти четыре реализации отличаются друг от друга скоростью работы ну реализацией под капотом и соответственно скоростью работы здесь есть несколько табличек которые показывают что быстрее работать с вами есть два как бы таких лидера что ли JSON simple быстро работает большими файлами но медленно с маленькими еще одно преимущество GSON в том что он умеет переводить GSON сразу объект берете объект в GSON из GSON берете объекты как бы сериализуете объект в GSON и сразу не разбираете так кого какое ну там что можно выполнить когда льон обычно браузеры запрещают кросс заменную да пример GSON simple пример посмотрите здесь что он позволяет делать он позволяет GSON сериализовать объекты пары ключ значения не объект а пара ключ значения то есть делать GSON объект который содержит как бы ключ значения делать GSON объект он массивы куда накидывать множество объектов давайте я вам покажу на примере GSON потому что время как бы поджимает а потом когда мы будем учить веб часть мы еще к этому вернемся опять же эта библиотека не является стандартной то есть она в GDK не входит ее надо подтягивать отдельно вот здесь две dependency лекция одна для GSON simple вторая для GSON от Google так я лекцию эту расшарю а сейчас а сейчас вопросы где ваша группа это не буду терять сейчас сейчас вот она есть GSON вот такие ответы на Q вот такие ответы на Q так подключаем dependency создаем еще один APP здесь 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 делаем GSON 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 как я все выкладывал сейчас где-то я что-то хотел вот GSON билдер смотрите смотрите я создаю GSON 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 функциональной, с которой относится например, set pretty printing, то есть json хранится в формате удобным для восприятия человека, не просто json в строку, то есть можно просто создать json, create и у вас получится как бы строка jsonа но она не очень читабельна а вот этот pretty printing делает json таким иерархичным и удобным для восприятия человека говорим create теперь говорим string json это обычная строка которая равна вот нашу gson точка to json простой метод которому в качестве аргумента даете объект, например объект human new human вася 25 все с out json через объект json builder получается, да? да, json builder просто он чуть более функциональный там есть вот этот set pretty property то есть он красиво его отображает не просто в строку а просто красиво но сейчас покажу опять не то запустил а но у него есть все равно json, да? да, 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 да вот h25 а h25 почему? потому что transient никто не отменял ну да в json transient поля не ходит ну да смотрите name вася h25 причем вот этот h ну красота в чем заключается только мне в одну строчку это все написано структура может быть сложной то есть объекты могут быть тяжелыми то есть он будет ветви ну такой ветвистый да можно аннотациями помечать как называть поля аннотации не помню как она выглядит сейчас где-то я какого-то human уже так аннотировал вот вот serialized name собака serialized name здесь в качестве аргумента строкой указываете какое имя вы хотите для поля например human's name сериализую human's name вася здесь реализуем похожим образом то есть я говорю не то human коля равно gson точка from json в качестве аргумента даю json и объект надо дать еще его human точка класс с out коля то есть я создал васю сериализовал потом десериализовал его в поле через джейсон и получил вот так коммер